МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Президент требует соблюдения железной дисциплины при заготовке кормов. Об этом глава государства заявил во время посещения хозяйства Шипяна Смолевического района. Сегодня Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Минской области. В центре внимания главы государства проблемы кормопроизводства и повышения эффективности животноводства. В настоящее время для эффективного проведения заготовки кормов нужно максимально использовать благоприятные погодные условия. Ведь, по словам президента, порой из-за безответственности теряются деньги. Так, в прошлом году лишь от работы молочной отрасли было недополучено около 7 триллионов белорусских рублей. Речь на выездном совещании зашла и о проблемах свиноводческой отрасли. Сегодня это мясо выросло в цене. Поэтому в ближайшее время поголовье свиней должно быть восстановлено. Вы не ходите на рынки и не видите, как сегодня в цене выросла свинина. И то, что ты повыбивал, повырезал свиней, вы не подумали о том, чтобы там засмажить, засмолить, выжить всё, произвести дезинфекцию, отремонтировать эти помещения и пустить туда скот. Именно таким способом мы готовимся. Ну так в чём проблема? Мы Витерскую область первую отрабатываем. Как вы говорили, всё выжжено, вычищено. Брест, мы уже сделали такой подход. Баранович. Баранович, Ахубрестская область. Что за проблема всей страной? 9 комплексов. Бросьте туда военных. Милицию, полицию. Сами идите, оставайте. Но 9 комплексов должны дезинфицировать и немедленно заселить скотов. Значит, Михаил Владимирович, правительственный контроль. До зимнестойного периода они все комплексы должны наполнить свиньями. Для того, чтобы решить проблему мяса свиньи. Что за проблема? Это скороспелое мясо. Это же не быка вырести, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Мы об этом договаривались. Вы видите, что люди бегают по этим самым? У нас же не мусульмане. Да и свинины. Детей кормить сегодня нечем. Поэтому поголовье должно быть восстановлено. В эти минуты проходят совещания о проблемах кормопроизводства и повышении эффективности животноводства. По словам главы государства, отрасль это действительно значимая. На долю животноводства приходится более 75% выручки сельхозорганизации. Почти 66% аграрного экспорта. Еще раз повторяю, именно несовершенство нашего кормопроизводства является главной причиной невысокой эффективности всего животноводства. То есть плохие корма нет мяса молока в том объеме, который нам надо иметь. Я попросил, чтобы это совещание было приведено в полевых условиях. Это вызвано как оперативной обстановкой начала кормозаготовок, так и общей ситуацией в развитии того самого животноводства. Особо хочу подчеркнуть значимость этой отрасли для нашей экономики. На долю животноводческой продукции приходится более 75% выручки сельскохозяйственных организаций. И почти 66% в прошлом году это почти 4 миллиарда долларов нашего аграрного экспорта. 4 миллиарда экспорта – это животноводство, мясо и молоко. При этом нельзя забывать, что в структуре стоимости продукции животноводства доля кормов составляет более 57%. Сейчас задача состоит в том, чтобы, обеспечив наше животноводство качественными, сбалансированными по группам животных и недорогими кормами, получить более существенный экономический эффект. А это деньги, которые очень нужны нашему селу, и деньги немалые. По оценке Министерства сельского хозяйства, если бы в 2013 году мы расходовали корма с их нормативной отдачей, то смогли бы произвести свыше 2 миллионов тонн молока или дополнительно свыше 6 триллионов рублей. При экспорте продуктов из этого молока мы бы могли выручить еще полтора миллиарда долларов. Вот наши потери. Однако в молочной отрасли, являющейся базовой подоходностью для большинства хозяйств страны, наметилась негативная тенденция. За прошедшие три года ни одной областью не выполнили задания республиканской программы развития молочной отрасли. В текущем году удой молока от коровы уменьшился более чем на 60 килограмм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за короткого репродуктивного периода коров недостаточно поголовья молодняка для воспроизводства дойного стада. Меня беспокоит и то, что новая инфраструктура отрасли, комплексы и фермы, на создание которой затрашены триллионы финансовых ресурсов, используется неэффективно. Беларусь и Австрия планируют создать совет делового сотрудничества. Об этом сегодня шла речь на бизнес-форуме в Минске. Он собрал представителей двух десятков австрийских компаний. Среди наиболее интересных направлений сотрудничества – машиностроение и металлообработка, энергетика, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство. В Беларусь уже вложено несколько сотен миллионов инвестиций из Австрии. Ежегодный товарооборот между нашими странами составляет около 300 миллионов евро. Проекты австрийских компаний реализованы в самых разных областях. Это машиностроение, логистика и транспорт, экологические технологии. Эти проекты успешно реализуются именно в сотрудничестве с белорусскими партнерами. Тревожные новости продолжают поступать с востока Украины. В Донецке до утра не прекращались бои за аэропорты и железнодорожный вокзал. На данный момент оба объекта контролируются силовыми структурами Украины. На месте, где проходили военные действия, работают следственно-оперативные группы, которые изучают ситуацию и считают погибших. По некоторым данным, в ходе противостояния были убиты около ста человек. Известно, что под огонь украинских силовиков накануне попал грузовик и машина скорой помощи. В которых находились раненые. В Донецке объявлена срочная мобилизация всего медперсонала. ЧП в Молодечнинской центральной библиотеке. Сегодня утром в читальном зале частично обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. На момент происшествия в помещении никого не было. Оно готовилось к ремонту. Причины случившегося устанавливаются. Подробности в наших следующих выпусках. Первые жертвы жары. На одном из могилевских водоемов утонул ребенок. Шестилетняя девочка отдыхала вместе с родителями на пляже. В одно мгновение ребенка унесло течение. Прибывшие на место водолазы пострадавшую нашли быстро. Но вернуть девочку к жизни так и не удалось. Репортаж Ирины Недобоевой. Все городские пляжи в эти жаркие выходные были переполнены. Специально оборудованных мест для отдыха хватило далеко не всем. Возможно, именно это обстоятельство и стало роковым для одной могилевской семьи. 1 сентября маленькая Аня должна была пойти в школу, но в одно мгновение жизнь семьи изменилась навсегда. Этот пляж на Днепре отдыхающий облюбовали давно, но безопасным его никак не назовешь. Здесь не чищено дно, отсутствуют раздевалки и скамейки, а самое главное нет спасателей. Водолаз с 20-летним стажем Николай прибыл вчера на это место первым. Молодая женщина сообщила, что ее ребенок пропал из вида буквально 5 минут назад. Девочку обнаружили быстро, но вернуть к жизни Аню так и не удалось. Судя работаю уже 20 лет непременного стажа. Жизнь бывала на рабочих местах у нас. Взрослые тонули, погибли на воде. Бывало, что и дети. Это трагедия, очень большая трагедия для всех родственников и для нас, всем родителям очень жаль. Тошно, раздепнилось смотреть. Лучше не отпускать никого без внимания родителей. Все были присмотрены. Еще раз повторю, что все должны отдыхать только на бруды на пляжах. Отдыхающих на водоемах полным-полно и сегодня. Большинство мамы с детьми. Могилевчанки Наталья и Анастасия на городских пляжах отдыхают часто. И места выбирают только оборудованные. Ведь с шестилетними малышами на воде, говорят мамы, бдительность нельзя терять ни на секунду. Ребенком надо смотреть в первую очередь. Если он куда-нибудь удалился, вот дети у нас отошли подальше. Хоть и на кругах, но мы же их зовем, чтобы они были все время в поле зрения. Если ребенок в воде, надо практически стоять над ним. Никаких ковриков, никаких загаров. Вот, стоять и смотреть, наблюдать за ребенком. Я всю жизнь ходил в море. Воды не боюсь. Так что я могу позволить себе и на необорудованном пляже это самое. Но если взрослые люди приходят на речку с детьми, то желательно или это вообще не делать, или уж очень большой контроль. С начала этого года в Беларуси вода унесла жизни 125 человек. К сожалению, в этом страшном списке уже 8 детей. А ведь купальный сезон еще только начинается. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилев. Оранжевый уровень опасности. На сегодня синоптики вновь передали штормовое предупреждение. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем сильные ливни и град. Усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Напомню, накануне непогода уже похозяйничала в Минске. В результате подтопленными оказались свыше десятка улиц. Традиционно перекрыто движение было и на Немиге. Для того, чтобы освободить проезжую часть от воды, понадобилась помощь спасателей. А на аэродроме Липке вынужденную посадку совершили два вертолета. К слову, дождливая и ветрена в Беларуси будет всю неделю. Далее спортивное обозрение Дениса Гончаренко. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго. До встречи в 16.30.